и снова всем здравствуйте друзья мои вы знаете сегодня не удивляйтесь я вам снова показываю вот эти дворцы английских лордов как я их называю вот эта тема почему-то меня никак не оставляет в покое так сказать я пыталась показать вам как перестраивается усадьба этого старого лорда который давным давно уже умер и в конце концов купили эту землю и когда я все это рассказывала конечно же интереснее бы было вам это все увидеть что купили и как это все будет выглядеть уже по-новому но к сожалению я конечно не имела такой возможности чтобы снять вам это все всю эту территорию она закрыта очень серьезно закрыта пробраться туда сложно у меня по крайней мере ничего не получилось как вы помните но я эту тему не оставила и я решила все-таки узнать что же там за лорд жил и что все-таки представляет из себя вся эта территория на сегодня кто ее купил и что там собираются строить и вы знаете как говорится было бы желание я нашла в магазине в старинном в античном фотографию вот этого вот замка я стала спрашивать расспрашивать а знаете ли вы что там и как и оказалось что да они все это знают что там жил старый лорд на самом деле и что он уже был одинокий очень долгое время что-то там его все дети они уехали за границу кто-то живет штатах кто-то еще где-то во франции но может быть это даже не так и интересно я хочу вернуться к именно к этому старинному замку так вот этот замок купили и сейчас мне предоставили на сайте мне дали ссылочку на сайт и я нашла вот эту вот компанию строительную где именно был сделан проект вот чтобы построить на этой огромной территории вот этот вот новый 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 модерновый дом вот давайте мы посмотрим это конечно графическое видео но вот смотрите наш пролив и дальше здесь показано насколько огромная вся эта территория это съемка ведется с квадрокоптера как я понимаю вот видите но здесь уже все о культуре на они показали как это все будет выглядеть это не те дебри сквозь которые я продиралась с вами вот а здесь видите вот подъездная такая красивая арка заходим в эту арку и мы видим современный ультра я бы даже сказала современный модерновый дом вот он пожалуйста это так он будет выглядеть уже когда его построят на месте того старинного викторианского замка вот смотровая площадка на наш пролив соланд очень все красиво сделано графически это показано внизу парковки я понимаю так но здесь интерьер внутри самого дома уже даже все мебелировано красиво с сохраняется вся эта красота вот это подход еще одной смотровой площадке судите сами по поводу вот этого странного дизайна это опять видно пролив соланд давайте мы все-таки же посмотрим до конца и потом мы с вами пообщаемся поговорим что вы думаете по поводу вот этого вот такого модернового проекта и вместо того замка который я вам показала теперь здесь будет стоять вот этот дом очень симпатично очень интересно я бы хотела послушать ваше мнение что вы думаете по поводу вот таких модерновых проектов очень дорогих вот человек имеет деньги он купил эту всю территорию огромную как вы видели она огромная и он теперь там строит современный дом конечно современный дом на мой взгляд жить намного лучше и комфортнее естественно это все понятно но уж настолько модерновый впишется ли он сюда вот в эту вот англию старую с ее вот такими старинными домами постройками я не знаю мне вообще-то сказать по правде этот дом не понравился возможно у меня уже устаревший взгляд но я считаю что он даже как-то и по дизайну что-то с ним не то зачем вот такие вот какие-то переходы там непонятные ну смотровая площадка да понятно но она все-таки на мой взгляд могла бы быть поинтереснее в таком живописном месте совершенно не вписывается вид вот этого дома во всю остальную эту здесь всем спасибо за просмотр друзья ставьте лайки подписывайтесь на мой канал кто еще не подписался всего вам доброго увидимся пока пока пока